всем привет вы на канале автозвуке и сегодня у нас на обзоре лет лампы из обновленной с серии от компании олэд эти лет лампы относятся к бюджетным и в иерархии лет ламп олэд по яркости они идут сразу после олэд мини как я говорил это уже обновленная серия на моей памяти если я не ошибаюсь это уже четвертое обновление в основном все обновления касались системы охлаждения то есть изначальная серия опять таки если мне не изменяет память шла с ленточным радиатором затем от ленточного радиатора отказались перешли на более классический но он был такой большой упирался в некоторые конструктивные элементы фары и поэтому эти лампы не везде можно было установить поэтому уже здесь мы видим очень компактный радиатор ну и в принципе такие лампы как и олэд мини можно установить в большинство оптики современных автомобилей помимо изменения формы и размера радиатора каких-то особенных конструктивных изменений или решений я не вижу но светодиоды здесь уже немножечко другие они по-прежнему от производителя латис но уже с увеличенной эффективностью поэтому при той же потребляемой мощности мы можем рассчитывать на более высокий световой поток кстати заявленная мощность здесь 20 ватт и мне кажется что она немножечко завышена реальная мощность будет ниже цоколь здесь съемный он вращается вокруг своей оси это позволит нам в какой-то мере подстроить подкорректировать светотеневую границу но с другой стороны было бы хорошо если бы цоколь уже сразу завода был зафиксирован в правильном положении он фиксируется на двух уплотнительных силиконовых кольцах здесь два кольца наверное для того чтобы со временем цоколь скажем так не разбалтывался и лампочка в фаре самопроизвольно не вращалась корпус лампы цоколь и как я понимаю радиатор изготовлен из так называемого авиационного алюминия в принципе лампа имеет скажем такой цельный монолитный корпус цоколь съемный но при желании радиатор можно тоже демонтировать если в этом будет необходимость на торце есть специальная заглушка которая защищает внутреннее пространство ламп от попадания пыли грязи влаги ну и прочее питание подведено с противоположного торца там где установлен радиатор здесь имеется скажем так еще дополнительная резиновая заглушечка ну и сам кабель имеет хорошую такую изоляцию дальше на проводке имеется драйвер и стандартная контактная группа под аж седьмую лампу в принципе больше ничего интересного мы здесь не видим поэтому устанавливаем лампу фотометр и проводим замеры при напряжении 12 8 вольт лампы потребляют 1 и 1 ампер а их мощность 14 с половиной ватт световой поток 1146 люмен эффективность впечатляющая 78 целых 76 сотых люменоватт а цветовая температура составляет 5 тысяч двести сорок три кельвин спустя пять минут при том же напряжении ток упал незначительно он в пределах 1 и 1 ампер и чуть-чуть упала мощность до отметки 14 целых одна десятая ватт снизился световой поток буквально на 100 люмен он сейчас составляет 1057 люмен эффективность 74 целых шестьдесят два сотых люменоватта а цветовая температура почти пять с половиной тысяч кельвин то есть при небольшой мощности там около 14 ватт и токи чуть больше одного ампера мы имеем нормальный световой поток целую тысячу люмен и поэтому данные лампы вполне могут соревноваться с штатными галогенками но здесь естественно будет более продолжительный ресурс работы но с галогенками мы эти лампы будем сравнивать не только по световому потоку но и по светотеневой границе для этого лампочки будут установлены в две разные фары в которые предварительно ранее мы уже устанавливали галогенки и так фаре от гольфа стг выглядит примерно следующим образом то есть нет никаких засветов пересветов светотеневая граница плюс-минус ровная это при том что фара находится на дистанции стены буквально полтора метра и на такой дистанции обычно все погрешности светотеневой границы хорошо видны и хорошо проявляются более точно и корректно можно будет рассмотреть форму светотеневой границы на черно-белом снимке прямо сейчас на ваших экранах в фаре от лачете все по традиции плохо но ее я использую в качестве притчи чтобы каждый раз показывать что одни и те же лампы в разной оптике могут естественно светить по-разному и наверное стоит все таки лампы подбирать под оптику а не оптику под лампу на этом как обычно все если видео было полезным и интересным поставьте ему лайк и подпишитесь на наш канал